Радио Звезда Людмилы Трубищевой Вот и еще месяц прошел, А я по-прежнему в девицах. Говорят, что весною мужчины нежнее и влюбчивее, Но тридцатую весну живу, А что-то этого не замечаю. Нынче последний год маменька наняла дачу. Уж ежели, говорит, ты нынешним летом Не сумеешь себе подцепить мужа, То переедем куда-нибудь на пески Или на петербургскую сторону, И будем там жить безвыездно. По крайности, там хоть какой-нибудь чиновник наклюнется, Который возьмет тебя из-за пары платья Да из-за шинели с енотовым воротником. Я много плакала. Как хотите, за чиновника, Да еще в придачу к енотовому воротнику Выходить не хочется. Ах, ежели бы мы были богаты, А то на маменькину пенсию Немного разгуляешься. А ведь выходит же замуж и бедные за богатых, И не лучше меня, да выходит, Чем я хуже других. Сердце у меня нежное, Шиньон всегда роскошный, Талия, корсет и стройна, А в лице даже и в сильный жар Матовой бледности. Кроме того, я столбовая дворянка, И настолько древнего рода, Что одного нашего предка Еще при Иоанне Грозном Били ботагами нещадно И отрезали нос и уши. Вот уже более недели, Как мы живем на даче на Черной речке, А я еще ни разу не разговаривала Ни с одним мужчиной, Хоть сколько-нибудь похожим на жениха. Каждый день хожу в Строганов сад с книжкой И, сидя на скамейке, читая в уединении, Но мимо проходят или гимназисты с собаками, Или семейные мужчины с женами. Замечательно, что ни офицеров, Ни молодых людей совсем не видно, А все трактирная жизнь, И нигилизм виноваты. Никого не тянет к семейному очагу, А все норовят больше или на минеральные воды, Или в Демидов сад. Нужно бы было по вечерам ходить В благородные собрания, Там холостых очень много. Но у маменьки пенсионная книжка в залоге, И деньги все прожиты. Дома всего четыре рубля, А дворник ходит к нам по два раза в день И просит денег за дачу. Сегодня сидела в Строгановом саду, Слушала щебетания птичек, Мечтала и вдруг вспомнила о нем, О моем милом Владимире. Это был молодой уланский корнет С удивительно любящим сердцем. Он был влюблен в меня до безумия И хотел просить у маменьки моей руки В случае отказа хотел застрелиться, Но злые языки начали говорить, Что он выдал фальшивые векселя И принужден был бежать. Но я не верю в это. Нежные сердца на это не способны. Мечтая о нем, и сама не знаю, Как нацарапала на скамейке Булавкой следующее. Нежный друг, где ты? Явись, тебя ждет по-прежнему Любящая тебя Людмила. Из дневника отставного юнкера Ореста Подтяшкина Вот уж месяц, как живу на даче В новой деревне. Нанимаю за пятнадцать рублей в лето Каморку у парикмахера. Слава Богу, что теперь начались теплые дни. А то в начале весны, Особенно по ночам, Было так холодно, Что зуб на зуб попасть не мог. Укрылся бы, да и укрыться нечем. Халат и теплое одеяло в залоге За три рубля. А деньги пошли на задаток задачу. В кармане всего полтинник. И в перспективе нуль. Вся надежда на приобретение места. Или на выгодную женитьбу. Ежели бы какая-нибудь сваха Взялась меня женить на десяти тысячах, Три тысячи бы я из них отвалил. Когда у меня деньги, я щедр. Целый день бегаю по новой деревне И по черной речке и ищу знакомств. Но дачники как-то туго знакомятся. А приятно иметь знакомства. Во-первых, можно всегда пообедать. А во-вторых, дочки и племянницы. Ежели с хорошим приданным, То можно и увести, обвенчаться. А потом старикам в ноги и делу конец. Ведь девушки глупы. На днях познакомился с одной Многосемейной дамой. Сегодня гулял с ней по черной речке. Переносил ее ребятишек через лужи. Делал им свистульки из травы. Пел петухом. И все думал, что пригласит обедать. Не тут-то было. Рассказал, что у нее сегодня ботвинья И жареный поросенок с кашей. И распрощалась. Да еще спрашивает. Где вы обыкновенно обедаете, на сие? У Доротта, говорю. А в душе. Послал ее ко всем чертям. Делать нечего. Купил в лавочке полфунта колбасы и булку И отправился обедать в темную аллею строганого сада. Лишь только съел свою порцию, Как вдруг на скамейке Заметил на царапанной булавкой Чье-то душевное излияние. Какая-то Людмила взывает к другу и просит его явиться. Вынул карандаш и написал. Я был здесь и мечтал о тебе. Неземная Людмила. Орест. Почем знать. Может быть, завяжется роман, А с ним вместе придет и мое счастье. Влюбиться в меня не мудрено. И я молод, не дурен собой. И только месяц назад Ухитрился сшить в долг Новую пару платья. Из дневника штаб офицерской дочери Людмилы Трубищевой Нет, на свете среди черствых натур Есть и незагрубелые. Вчера на мой вопль к нежному другу, Который я нацарапала на скамейке, Откликнулся какой-то арест. Я верю в предопределение и в симпатию душ. Почем знать. Может быть, провидение назначило его Быть спутником моей жизни И слиться со мной в одно целое. Вот что я написала под его подписью. Кто бы ты ни был мечтатель, Но я сочувствую тебе Как в радости, так и в горе. Всю ночь видела его во сне. Он представлялся мне брюнетом. О, как жгучи были его поцелуи! С замиранием сердца Приблизилась я сегодня опять К заветной скамейке, И, о радость, на ней новая надпись «Людмила, назначь Оресту, Когда он может видеться с тобой И наслаждаться природой». Под этими строками Какой-то мерзавец написал скверные слова. А, ну я их стерла. Продолжать переписку или бросить? Ведь с сердцем играть опасно. Почти всю ночь просидела я У открытого окна и думала, Назначить ему свидание или нет. Воображение рисовало его мне То вихрем, чащимся на коне, То медленно плывущим в гондоле. Но вдруг кто-то неприлично выругался, И я принуждена была закрыть окно. Решено. Маменька отправилась в город Закладывать четыре чайные ложки, А я бросилась в строганов сад И написала на скамейке «Завтра в десять часов вечера». Но нет, я не доживу до завтра. Из дневника отставного юнкера Ореста Подтяшкина «Роман завязывается. Завтра мне назначено свидание. Бьюсь об заклад, Что это какая-нибудь блажная вдова, А вдовы всегда любят хорошо поесть. Сегодня заложил кое-какое белье И купил себе перчатки. Неловко же идти на свидание Без перчаток. У моих квартирных хозяев К обеду был жареный гусь. Денег не гроша. Целый день шлялся по улицам И хотя встретил до десятка знакомых, Но ни одна шельма не пригласила обедать. Только и успел выпить чашку кофею, Но без хлеба. Возвращаясь домой голодный, Увидел, что хозяйская кухарка И ученики едят щи. Тут мне мелькнула счастливая мысль. «Бегите, — говорю, — на поле. Воздушный шар опускается». Они побежали, а я съел щи И с остатками опрокинул чашку. Пусть думают на кошку. «Был на свидании». Нет, это не вдова, а девица. И девица крепко поношенная. Ну, да все равно. Господи! Кабы за ней было хоть пять тысяч приданного, Я и тем был бы доволен. Вот как было дело. Подхожу к скамейке и вижу. Сидит с книжкой в руках девица, А сама все по сторонам смотрит. Я раскланился. «Позвольте, — говорю, — узнать, Вы Людемила?» «Да». «А я Орест. Честь имею явица». Она потупилась. «Не сочтите, — говорит, — мою переписку за серьезное. Это просто детская шалость». Я, разумеется, сел с ней рядом И заговорил о любви. Потом проводил ее до дому И, прощаясь, выпросил у нее на память Нашего первого свидания носовой платок. Порешили сходиться каждый день. Платок батистовый, вышитый. Его тотчас же заложил в табачной лавке зацелковый И ужинал в трактире солянкой. Из дневника штаб офицерской дочери Людмилы Трубищевой. Виделось с ним, сердце меня не обмануло. Он брюнет. Ах, как мне было стыдно моей навязчивости! Но он оказался прекрасным человеком, Верящим в симпатию душ. Из слов его я узнала, что он богатый помещик, Долго странствовал за границей И приехал в Россию Искать права на затерянное графское достоинство. Сегодня мамаша рассердилась и сказала, Нет, уж видно, пора тебя на живодерню. А я ей в ответ. Погодите, к осени будем ездить в каретах И блистать в обществе. И при этом рассказала, что познакомилась С богачом, который за мной ухаживает. Сейчас начала ему вязать в подарок бисерный кошелек. Все неприятности. Сейчас был дачный хозяин И требовал денег за дачу. Ежели, говорит, к воскресенью не отдадите, То съезжайте вон. Пусть лучше пустая стоит. Господи, что же это такое? Только началось дело, И вдруг съезжать. Ах, как бы он скорее сделал мне предложение И подарил браслет. Тогда можно было бы его заложить И извернуться насчет дачи. Из дневника отставного юнкера Ореста Подтяшкина. Вот уже с неделю хоровожусь с ней. Познакомился даже и с ее матерью. А до сих пор не видал еще от них И стакана чаю. А должно быть, они очень богаты. Мать всюду носит с собой на руке Ридикюль. И все жалуются на непрочность Замков на даче. Непременно в этом Ридикюле Банковые билеты. Был у них в доме. Живут. Не важно. Но ведь на даче Редко кто живет с комфортом. Старуха должно быть Очень жадна. Потому что то и дело Толкуют о дороговизне И о том, что нынче Очень трудно верить людям. Угощали кофеем. Но без булок. Когда они обедают? Вот вопрос. Людмила говорит, что в три часа. Но сегодня я сидел у них С одиннадцати часов до шести вечера, А у них и на стол не накрывали. Денег у меня ни копейки. Единственное лицо, которое мне верит на даче, Это пряничник. А потому вот уж четвертый день Питаюсь медовыми ковришками. Из дневника штаб офицерской дочери Людмилы Трубищевой. Я так привыкла к Оресту, Как будто десять лет была с ним вместе. Лишь только поутру просыпаюсь, Как уже первая мысль об нем. Удивляюсь, чего он медлит предложением. Я, кажется, то и дело делаю ему намеки О своей любви. О, счастливый, о торжественный миг! Сегодня он признался в любви И просил моей руки. Я тотчас же повела его к маменьке, И она нас благословила. Свадьбую торопит как можно скорее, Так как на другой же день Хочет везти нас в Италию. Это и лучше, Так как мы его можем уверить, Что приданное сделаем за границей. Впрочем, при его благородстве души Я не думаю, чтобы он рассчитывал на деньги. К тому же он сам богат. Завтра мы его пригласим к себе обедать, А потому маменька ездила сегодня в город Закладывать свою шаль и шелковое платье. Как-то мы его угостим! Впрочем, он, кажется, не из гурманов, Так как сегодня выпил у нас Три стакана кофе с булками И, не желая расстаться со мной, Не ходил даже обедать. Целый вечер говорил мне о любви, И, уходя в глухую полночь, Взял у меня на два дня Мой золотой браслет. Я догадываюсь, зачем. Он взял его на мерку, Чтобы заказать мне бриллиантовый. Из дневника отставного юнкера Ореста Подтяшкина «Ура! Довольно голодать! Через неделю я женюсь на богачихе. Сегодня обедал у них. Едят прелестно. Обед домашний, Но из пяти блюд. К обеду был лафит, Херес и даже шампанское. Одно скучно, Что она все сентиментальничает. Просила после обеда Написать ей в альбом стихи, Но я отказался, Так как, кроме гусарских стихов, Ничего не знаю. Влюблена в меня до безумия. Теперь нужно наговорить Старухе черта в ступе Насчет неприсылки мне Управляющим дохода с имения И занять у нее денег. Скорей, скорее венчаться. А там пускай узнают, Что я за птица. Лишь бы кормили. Неприятная история. На Черной речке Живет портной Шульц, А я этому портному должен Сто рублей. Он уже имеет исполнительный лист На мое личное задержание. Вчера гулял с Людмилой по саду, И вдруг увидал его, Идущего мне навстречу. Счастье, что успел его Вовремя заметить. И шмыгнул в кусты. А Людмиле сказал, Что у меня внезапно пошла Кровь из носа. Сегодня опять обедал у них, И на деньги, Вырученные от продажи Людмиле на браслета, Купил им корзинку земляники. Из дневника штаб офицерской дочери Людмилы Трубищевой Все пропало, И я проклинаю свою легковерность. Он оказался хитрым обманщиком, И вместо богатого помещика Праздно шатающимся. Все его рассказы о богатстве Были ложью. Прощай, мой батистовый платок, Прощай, мой браслет. Сегодня мы по обыкновению Гуляли с ним в Строгановом саду. Он подвел меня и маменьку К лотку разносчика И стал нам покупать апельсины. Как вдруг сзади нас Послышался голос Нашего соседа по даче Шульца. — А-а-а, господин Подтяшкин! — говорит он. — Наконец-то я вас нашел. Чем лакомиться апельсинами, Лучше бы уплатили мне сто рублей. Нет, я вас не отпущу. Кормовые деньги уже внесены. Едемте в долговое. Услыша это, Орест со всех ног бросился Бежать и скрылся из виду, А мы с маменькой остались Как оплеванные. Маменька просто бесится. Как увидит меня, так и закричит. — На живодерню тебя! На живодерню! Из дневника отставного юнкера Уреста Подтяшкина. Ах, как близко было мое счастье! И вдруг все пошло прахом. Проклятый немец! Дернул же его подвернуться. По его милости, вот уже три дня, Как я опять голодаю. Даже и пряничник не верит в долг. Сегодня до восьми часов вечера Крошки во рту не было. Но я украл из парикмахерской бритву, Продал ее ходячему точильщику За двугривенный, И на эти деньги съел Четыре булки с молоком. Ежели и завтра буду голодать, То пойду сам к портному. Пусть сажает в долговое отделение. По крайней мере, сыт буду. Мы читали рассказ Николая Александровича Лейкина «Арест и Людмила». Краткий роман из дачной жизни. Ваши любимые книги Каждый день в эфире Радио Звезда И на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать.